В ночь на 19 октября под обстрел попал поселок Виноградное под Мариуполем. Около пяти снарядов упали на приусадебные участки. Обошлось без ранений и прямых попаданий. Взрывной волной и осколками были повреждены 17 дачных строений и 4 жилых дома. В одном из них со своим сыном в моментов стрела находилась Светлана. Снаряд упал в трех метрах от ее дома. Осколками выбило стекла и перебило газопровод. Несмотря на это Светлана не хочет покидать свой дом, хоть и оставаться в нем страшно. Исполняющая обязанности Виноградинского сельсовета Тамара Круликовская рассказывает, что это первый обстрел поселка с 24 января 2015 года. Да, с 24 января 2015 года у нас было тихо. Обстрелов не было, пострадавших не было. Поселок жил мирной жизнью. Работал, учился. По ее словам, ремонтные работы начались с утра. Подача электричества и газа уже восстановлена. Неспокойная ночь была и у Екатерины Даниловны. Она спала, когда осколок залетел к ней в дом. Я упала на пол, тут ползала по полу, а потом во дворе там гахнула. Ну и вот, вы видите все самое основное. Не боитесь, что повторится это все? Боюсь. Боюсь, очень боюсь. Мне показалось, что меня именно одну бомбят. Вот столько тут взрывов было, что мне показалось, что одну меня тут только бомбят. Вот так вот. А как оно будет дальше, я не знаю. Утра боялась, а здорово. С утра на месте происшествия работает оперативная группа. По факту обстрела начато досудебное расследование по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Террористический акт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова